Нижегородские людоеды будут покорять российские телеэкраны. В Нижнемногороде снимут сериал для федерального телевидения. Нижегородская кинокомпания начинает съемки многосерийного фильма под названием «Людоед». Героев этой картины уже начали искать среди нижегородцев. На кастинг режиссеру картины пришли сотни человек. На кастинг нижегородского сериала пришло очень много нижегородцев разного возраста и практически все они не актеры. Но все как один хотят сниматься в сериале и играть преимущественно главную роль. Просто я начну танцевать. А если фильме это не пригодится? Тогда буду петь, читать, плакать, я не знаю. Себя что ли попробовать? Что ты можешь в этом плане? Мне 45, я еще ни разу не играла. Вы будете танцевать, да? Можешь танцевать. Если попросят, если скажут, пожалуйста, что хотите. Я хочу стать знаменитым, хочу много бабла. Яхту огромную и все, супер лакшери, мега вип. Я могу вот на девочку просто так посмотреть. И что? Она моей будет. Я, в общем-то, музыкант и творческая личность с самого детства. Ну, зачем ты сюда пришел? Ну, видно же, что нормальный человек. Ну, видите, вы просили меня сыграть роль. Я сыграл роль нормального человека. Вы поверили в то, что я нормальный действительно человек. Проверьте бумажный, кстати, у вас в заднем кармане лежал. Сейчас его там нет. Я работаю на производстве, делаю детали для самолетов. Для того, чтобы наши самолеты бороздили пространство неба нашего российского. Охраняли. Почему вы сюда пришли? Мне интересно. Я харизматичный, у меня эффектная внешность. Я занимаюсь единоборствами, поэтому могу сделать некоторые там трюки, какие-то моменты. Очень нравится Джим Керри. Его очень мимика нравится. И тоже пытаюсь как-то ориентироваться в эту сторону. Я пародист, бывший, к сожалению. Кто в профессии? Начальник производства. А где работаем? Оконно-фасадной конструкции. Шел говорить, да. Когда-то я шел, но сейчас времена-то другие. Время изменилось. Даже сам Владимир Владимирович мне говорил, что очень надо, надо, надо уходить. И я ушел. Есть вакансии и на главных персонажей, и на эпизодников. Среди профессионалов не всегда можно найти людей с хорошей харизмой, типажей, которые нам нужны. Поэтому будем искать и среди непрофессионалов.